Добрый вечер, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о греческом языке Нового Завета, и сегодняшняя наша тема посвящена именительному и винительному падежу в греческом языке. Но прежде чем говорить, собственно, о греческом языке, о падежах, о греческих существительных, несколько слов нужно сказать о существительных в русском языке. Если вы посмотрите учебник Маунса, то обнаружите, что до 6 главы, которая, собственно, посвящена греческим существителям, есть 5 глава, посвященная знакомству с именами существительными в русском языке. Честно говоря, в учебнике Маунса, конечно же, глава была посвящена именам существительным в английском языке, но в русском переводе посвящена существительным русскому языку. Мы не будем подробно обсуждать эту главу, и мы не будем подробно обсуждать русские существительные. Я надеюсь, у вас была такая возможность, ну, во-первых, при изучении русского языка в средней школе, во-вторых, у вас был такой маленький вводный курс введения в языкознание, где основные грамматические понятия вы должны были обсудить, но два слова все-таки мы по грамматике русского языка скажем, ну, или даже, скажем, несколько слов о роли синтаксиса вообще, о роли словоизменения, о роли форм-слов, которые есть в языке, для изучения языка в целом. На вводном занятии мы чуть-чуть упоминали эту тему, но я хотел бы к ней вернуться, и вернуться опять-таки, начиная с известной фразы, произнесенной некогда щербой, используемой им в его курсе введения в языкознание. Фразы это звучат так. Звучит так. Глокая куздра, шепка будланула бокра, и кудрячит бакрёнка. Она в нескольких вариациях, эта фраза существует, но это такой самый знаменитый вариант этой фразы. Почему я хочу, чтобы мы обратили на неё внимание? В этой фразе нет ни одного нормального русского слова. Но в этой фразе все слова выдуманы, вымышлены. А тем не менее, за счёт того, что у слов есть формы, мы что-то понимаем в отношении ситуации в целом. Мы понимаем, что действие осуществляется такое существо, как куздра. Мы не знаем, что такое куздра, но мы понимаем, что это некое существо женского рода, и мы понимаем, что действие в этой истории производит именно она. Откуда мы понимаем? Благодаря чему мы понимаем, что это существо женского рода, осуществляющее действие? Потому что у слова куздра окончание именительного падежа женского рода. И именительный падеж в русском языке ответственен за описание того, кто производит действие. Ну, это такой падеж именования, в том числе и падеж, а подлежащего предложения, падеж того, кто производит действие. Куздра не просто какая-то, куздра характеризуется словом глокая. Почему мы понимаем, что слово глокая – это характеристика слова куздра? Потому что слово глокая – окончание женского рода, именительного падежа, единственного числа, то есть по своей форме, по роду, числу и падежу – это прилагательное, согласующееся со словом куздра, и тем самым служащее определением к слову куздра. Куздра какая? Глокая. Что куздра делает? Или что куздра сделала? Куздра будланула. По суффиксу «л» у глагола «будлануть» мы понимаем, что это прошедшее время, ну и по самой форме этого глагола мы понимаем, что это совершенное, завершенное действие. Куздра осуществила какое-то действие будланула. На кого направлено это действие? Действие направлено на бокра. Что такое бокра? Мы не знаем, но мы понимаем, что это некое существо мужского рода, и мы понимаем, что действие направлено на него, потому что у этого слова окончание мужского рода – винительного падежа. Винительный падеж – это падеж объекта воздействия. Это падеж прямого дополнения в предложении. Так что куздра в именительном падеже, а та, что существует действие, гукор в винительном падеже – тот, кто подвергается действию. Второе действие – кудрячить в настоящее время. А вот происходит некий продолженный процесс, и это кудрячение направлено на бокрёнка. Опять-таки мужской род – винительный падеж, прямое дополнение – объект действия. Когда я произношёл вот такие слова, если вы, может быть, не привыкли к такой терминологии – объект, дополнение, винительный падеж, именительный падеж, то слова эти могут показаться такими слишком абстрактными, ну и также всё понятно. Глокая, куздра, щетка, будванула, бокрая и гудрячить, бакрёнка. Но это всё понятно, потому что мы носители русского языка. Потому что автоматически, увидев форму именительного падежа, винительного падежа, мы понимаем, какую роль слова играют в предложении. Мы понимаем, есть подлежащее, есть сказуемое, есть тот, кто осуществляет действие, есть тот, на кого направлено действие. Мы, увидев форму глокая, автоматически замечаем, что оно согласуется со словом куздра, и тут же мысленно заключаем, что это определение к слову куздра, ну и так далее. То есть в отношении ролей именительного, винительного, других падежей мы просто как носители языка автоматически делаем заключение, и поэтому мы способны читать такой текст, и мы способны разбираться в ролях, и разбираясь в ролях, мы способны представить себе какую-то картину. Чтобы вы оценили, опять-таки, значимость форм слова, информацию, которая передаётся не, собственно, значениями слов, значениями корней слов, а формами слов и связями между словами, я хочу вам ещё один такой же знаменитый текст прочитать. Это Людмила Петрушевская из её лингвистических сказок. Сказка такая, пусть и бятли. Сяпала калуша с калушатами по напушке, ввязала бутявку и волит. Калушата-калушаточки, бутявка. Калушата присяпали и бутявку стрянками, и подудонились. Калуша волит, ой-е-е, бутявка-то не кузявая. Калушата бутявку вычучили. Бутявка сдребезнулась, сопритюкнулась и усяпалась на пушке. А калуша волит калушатам, калушаточки, не трямкайте бутявок, бутявки дюбы и зюма-зюма не кузявые, а от бутявок дудонятся. А бутявка волит за напушкой, калушата подудонились, зюма не кузявые, пусть кибятые. Посмотрите. Ни одного слова, если не считая служебных слов, типа союзов и предлогов, которые вот так нормально употребляются в русском языке. Тем не менее, история вполне смысленно, история вполне красочная. И информация передаётся не корнями, не словами. Информация передаётся формой. Почему я так много времени на это трачу? Чтобы вы осознали. Форму нужно учить, на форму нужно обращать внимание. Формы несут огромный объём информации. Вот только беда в том, что когда мы читаем русский текст, мы с вами автоматически отгадываем значение всех форм и выстраиваем некую схему взаимодействия. А когда мы читаем греческий текст, то то, что мы делали автоматически для русского текста, в греческом приходится делать сознательно. То есть сознательно обращать. Это именительный падеж. Это падеж подлежащего, падеж того, кто осуществляет действие. Значит, вот это слово осуществляет действие. А, обвинительный падеж. Падеж того, кто подвергается действию. Да, вот это слово описывает кого-то, подвергнувшегося действию. О, это дательный падеж. Дарательный падеж описывает того, в пользу которого, для которого что-то делает. Самка вот этого слова описывает того, для которого что-то сделано. Родительный падеж описывает принадлежность или характеристику. Значит, вот это слово характеризует вот это, может быть, описывает принадлежность кого-то. предложенный падеж он после предлога он творительный падеж, творительный падеж, падеж инструмента, значит, кем-то сделано вот это действие. То есть вот эти вот вещи в русском языке мы делаем автоматически, для греческого, ну там чуть-чуть другой набор падежей, я русский падежи произнес, в греческом нет, например, творительного падежа, нет предложного падежа, мы потом посмотрим, как греческий без этого ходится, но определение ролей мы теперь в греческом тексте должны будем осуществлять осознанно, ну прежде чем от многолетнего чтения греческого текста вы не придете в такое расположение, что так же, как в русском тексте, в греческом автоматически формы для вас начнут что-то обозначать. Ну и, кстати, возвращаясь к сказочке «пусь кебятые», обратите внимание, вот если вы просто встретите слово там «присяпать», «по дудониться», «волить» и прочее, ну, слова ничего не обозначают. Однако, когда мы читаем историю, мы легко понимаем, что «волить» – это там говорить, кричать или что-то в этом роде, мы понимаем, что «сяпать» – это какой-то способ перемещения и так далее. В общем, можете сами еще прочитать эту историю и разгадать значение некоторых слов. Это к чему? Это к тому, что благодаря широкому контексту можно выяснять, что обозначали слова. Мы имеем дело с древним языком, с древнегреческим языком, носителем которого все умерли, и в отношении некоторых слов как вообще можно выяснить, что слова обозначали. Иногда задаются такой вопрос, вот, древнегреческие слова, вот такое слово. Откуда вообще мы, современные люди, знаем значение древнегреческого слова? Ну, во-первых, конечно, есть какая-то преемственность, потому что древнегреческий язык уже не прекращал свое существование. Слово было, оно использовалось, оно обсуждалось, оно там из века в век как-то идет, какие-то словари составлялись и так далее, а часть просто пришло к нам через определенный исторический процесс, который как-то можно прослеживать. Ну и еще, читая контекст и видя, какую роль играют слова в контексте, видя, как слова взаимодействуют друг с другом, многое означение слов мы можем таким образом понять, даже на небольшом отрывочке, вот в сказке «Пуски бятые», вы видите, как не просто формы, но и слова, корни какой-то смысл начинают обретать, когда они употребляются достаточно длинным повествованием. Так что нужно тратить время на изучение форм, нужно некое осознанное понимание того, что значат русские формы, чтобы потом это стало основанием для работы с греческими формами. И, собственно, пятый урок в учебнике Маунса, где обсуждаются основные грамматические понятия существительное, прилагательное, глаголность, имение, предлог, подлежащее, сказуемое, дополнение, определение обстоятельства, потом разные падежи, именительное, родительное, дательное, винительное, творительное, предложное, число, род, склонение и так далее. Вот эти понятия нужно освоить. Из подсознательного перевести в сферу сознательного, разобраться, как это все работает в русском языке, потому что потом это станет хорошим подспорьем в изучении греческого языка. Прочитайте обязательно этот урок, а если этой информации окажется мало, почитайте дополнительную информацию. Не сложно найти хорошую информацию о русском языке, о русской грамматике, о словах и так далее. У вас на сайте курса есть ссылка на сайт «Русский на 5G». Ну, на мой взгляд, достаточно неплохой справочник, позволяющий сориентироваться в терминологии, так что потратьте время на то, чтобы это освоить. Потом, на протяжении всего курса, мы будем употреблять термин. Мы будем... Ну, давайте вот такую фразу для примера. Я могу произнести что-то типа «В русском языке именная часть составного именного сказуемого в настоящем времени стоит в именительном падеже, а в прошедшем и будущем времени обычно в творительном падеже. В греческом языке именная часть сказуемого всегда стоит в именительном падеже». Вот эта фраза должна иметь для вас смысл. А когда я говорю, что фраза должна иметь смысл, то в вашем воображении должно возникать некий пример. Что такое вообще составное именное сказуемое? Что такое составное именное сказуемое в прошедшем времени, в настоящем времени, в будущем времени? Как вообще выглядят фразы составным именным сказуемым? Что значит, что в этой фразе стоит именительный падеж или творительный падеж? То есть понимание в отношении вот такой грамматической терминологии — это умение привести пример в русском языке той или иной конструкции. Я понимаю, что когда я вот так вот сходу произношу, а составное именное сказуемое, именная часть составного именного сказуемого стоит в творительном падеже, может быть, без какого-то навыка мгновенно трудно сообразить, о чем идет речь, и все это увидеть. Но, во-первых, такой навык нужно развивать. Во-вторых, всегда можно притормозить и в слушании лекции, и тем более в чтении учебника, притормозить, остановиться, задаться вопросом, о чем вообще идет речь, если вдруг что-то непонятно, выяснить, как это выглядит, и потом двигаться дальше. То есть не оставляйте, не пропускайте возможности разобраться в таких вещах. Ну, если вернуться к тому примеру, который я использовал, то вот вам, собственно, простое предложение с составным именным сказуемым на русском и греческом языке. Я хороший. Я подлежащее. Хороший. Именную сказуемое. Именная часть составного именного сказуемого. Глагольная часть, глагол быть, глагол связка, в настоящем времени подразумевается, но в прошлом времени я был хорошим, в будущем времени я буду хорошим. Я хороший, я буду хорошим, я был хорошим. Вот предложение с составным именным сказуемым. Быть хорошим – это сказуемое. Предложение составное, состоящее из двух частей. Из глагольной части «быть» и именной части прилагательного «хороший». И посмотрите на это предложение. «Я хороший» – форма именительного падежа. «Я буду хорошим» – форма творительного падежа. «Я был хорошим» – форма творительного падежа. А в греческом языке «агатос эйми» – «я хороший» – «эйми» – «я есть». «Агатос эсомай» – «я буду хорошим». И «агатос эмэн» – «я был хорошим». Видите, «агатос», 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 «агатос». По-гречески «гатос» – это «хороший». «Эйми», «эсомай», «эмэн» – это форма настоящего, будущего и прошедшего времени от глагола «быть» в первом лице, в смысле «я есть», «я буду», «я был». Вот мы видим, разница есть некая между языками, какое-то исходство есть между языками. И вот чтобы нам во всем об этом говорить, нужно уметь воспринимать терминологию. Поэтому вот такой первый блок нашей лекции, он, если хотите, немного рекламный. То есть я не собираюсь сейчас вам рассказывать всё о русском языке. Это не часть нашего курса. Это то, что вы должны где-то за пределами этого курса сделать. Как подспорье, прочитайте пятую главу учебники Баунса. Там дано определение основным термином. Там обсуждаются немного падежи в греческом языке. То есть прочитайте, разберитесь во всем этом. Если будет мало, если чувствуете непонятного, найдите дополнительные источники информации. Но вы должны освоить русскую грамматическую терминологию. Освоить в том смысле, что, услышав термин, вы должны уметь привести пример предложения, в котором есть нечто описываемое данным термином. То есть, услышав дательный падеж, вы должны уметь привести предложение, в котором есть слово в дательном падеже. Я читаю лекцию студентам. Кому? Студентам. Студентам слово в дательном падеже. То есть, сразу же сходу сочинить предложение – это такой хороший навык, показывающий, что вы термины достаточно неплохо освоили. Поэтому постарайтесь добиться такого уровня понимания.